Заготовить корма своевременно и без потерь провести уборочную кампанию. Архмед Пухамбетов провел лагеросовещание по вопросам предстоящих уборочных работ. В ходе мероприятия Акимобласть заслушал доклады руководителей ряда управлений. По словам спикеров, погодные условия в этом году более благоприятны. Это положительно отразилось на урожае. Подробности. Уборочная площадь в текущем году составляет практически 5 миллионов гектар. Из них основные объемы составляют зерновые 3,9 миллионов гектар. Также в текущем году значительно увеличили площади возделывания масличных, засеянных 748 тысяч гектар. Особое внимание уделено и социально значимым культурам, речихам и овощам. Площади их возделывания больше уровня 2021 года. На развитие АПК области в текущем году было выделено более 44 миллиардов тенге субсидий и бюджетных кредитов. В том числе на растеневодство 13,9 миллиардов тенге, на животноводство 7,5 миллиардов тенге, на прочие направления 23,4 миллиарда тенге. В том числе выделены дополнительно с республиканского бюджета в апреле текущего года 14,1 миллиарда тенге. Большая поддержка в текущем году оказана хозяйственным субъектом по программе льготного кредитования через финансовые институты. Так, через аграрную кредитную корпорацию на проведение весенних полевых и уборочных работ хозяйством выделено 32,4 миллиарда кредитных средств. Через АО «Продкорпорация» в текущем году по программе форвардного закупа продукции профинансировано 182 заявки субъектов АПК на сумму 31,1 миллиарда тенге. Общий объем сельхозпродукции подлежащей сдаче составляет 419,4 тысячи тонн. Немаловажную роль в успешном проведении предстоящей уборочной кампании играет своевременный ремонт и обновление сельскохозяйственной техники. Как отметил директор научно-производственного центра агроинженерии Владимир Астафьев, с начала года в хозяйствах области насчитывалось практически 9 тысяч зерноуборочных комбайнов. Сейчас эта цифра растет. Высокую производительность уборочных работ можно обеспечить за счет выбора способа уборочных работ, соответствующего условиям уборки, правильной расстановки разных по производительности зерноуборочных комбайнов по полям различной урожайности, четкой организации работы уборочного транспортного комплекса. Весьма существенное влияние на производительность уборочного процесса оказывает обеспечение транспортом. Нет смысла приобретать дорогостоящий высокопроизводительный комбайн 6 класса, если 30% рабочего времени он будет простаивать в ожидании транспорта. Поэтому при недостаточном оснащении транспортом необходимо использовать накопители-перегружатели зерна. Это повысит производительность уборочных комбайнов до 40% за счет исключения простоев в ожидании транспорта. Применение GPS повышает производительность до 5-7%. Важно отметить, что наличие квалифицированных механизаторов увеличивает производительность уборки до 50%. Благоприятные погодные условия положительно отразились на качестве урожая. Состояние посевов хорошее. В текущем году после посева уровень осадков по области превысил период прошлого года. К примеру, в мае выпало практически 30 мм, что в 3,6 раза больше предыдущего года. Как отметили специалисты, от погодных условий в уборочный период будет зависеть много. Средний за месяц прогноз метеорологических условий на август месяц. Средний за месяц температура воздуха ожидается плюс 19, плюс 24 градусов Цельсия, что выше нормы на 1-2 градусов. В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до плюс 12, плюс 17 градусов. На севере области плюс 7, днем до плюс 23, плюс 28 градусов Цельсия, на юге плюс 33 градусов. Затем повышение температуры воздуха ночью до плюс 17, 20 градусов, днем до плюс 28, до 30 градусов Цельсия. В конце декады понижение температуры воздуха ночью до плюс 10, 15 градусов, днем до плюс 22, 27 градусов Цельсия. Заслушала Кимобласти директора ТОО агрофирма «Карк-Кын». По сообщению Яркина Буканова, в текущем году основная доля их дохода приходится на растеневодство – 75%. В этом году агрофирма приступила к реализации довольно масштабного проекта и посадила 75 гектар картофеля на орошине. Собственно говоря, этот проект, который можно назвать орошением, и который рассчитан на несколько лет, входит в производстве не только овощей, но и корового культура. Дело в том, что растительная система у нас сегодня отключена на 260 гектаров земли. Начиная с системы смесительной речи Каргалы, где мы построили дамы, восстановили модульную насосную станцию, накопили надежный запас воды и запитали в поливных зонах. Понятно, что орошение дало нам возможность увеличить на пути нашей кукурузы, лицей и других корновых культуров для создания корновых базов для нашей фермы. Разумеется, что такой проект обошелся на немалых средствах. В прошлом году мы вложили сюда 190 миллионов тенгей, а текущие мы вложили еще 250 миллионов тенгей. Но эти деньги в пальцах с ростом на производстве. Если государство будет по-третьему помогать окраинам, то мы намерем довезти орошайные деньги, то есть никто не так. Я, когда первый раз в область приехал в конце 2015 года, самое первое хозяйство, которое я посетил, это как раз было то Хархан. Последние несколько лет были, можно сказать, очень по погоде неблагоприятные. Несмотря на это, они правильно все планировали. Экономили, направляли финансовые средства в нужное русло. И мы видим, что 440 миллионов тенгей за два года направлено на орошение. 75 гектаров картофеля посадили за один год. Реализуют новые проекты. Разноплановость деятельности данного хозяйства надо отметить. Направлено на выпуск конечной продукции, диверсификацию производства. Выращиваемое в хозяйстве продукции растеневодство направляется на собственные нужные животноводства, птицеводство. Как отметил Аким области, на ближайший период перед нами стоят две важнейшие задачи. Заготовить корма, своевременно, без потерь, провести уборочную кампанию. В завершении агросовещания Архимед Мухаммедов поручил соблюдать предусмотренные технологии уборки по видам культур, минимизировать потери урожая, оперативно, максимально сжатые сроки, завершить работы. Ход проведения уборочной кампании находится на постоянном контроле. Владислав Увачин, Гаман Рвек Каскулов, телеканал Кустанай.